Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет не один раз приходят вопросы, так или иначе касающиеся идеи перевоплощения. В разных вариантах приходят вопросы, мы постараемся как-то их сейчас суммировать и с Божьей помощью попытаемся на них ответить. Часто задают вопрос такой, а как же понимать то, что человек иной раз чувствует, что в этой ситуации он уже когда-то был? Или кто-то вспоминает свои прошлые жизни, может быть, даже не одну. Почему? И прямо задают вопрос, а почему христианская церковь, почему Священное Писание нигде не упоминает о перевоплощении, хотя древняя ведическая мудрость об этом говорит ясно и недвусмысленно? Почему столько, мне приходилось такой вопрос, почему столько миллионов людей на земле верят в перевоплощение, а христиане не верят? Давайте попытаемся с Божьей помощью ответить на этот вопрос. Реинкарнация или перевоплощение – это доктрина, взятая из индуизма, и суть ее какова, что существует колесо сансары, и все духовные существа многократно перевоплощаются в разных делах согласно закона кармы. И согласно этого закона, твое существование в этом теле, например, как считают сторонники такой концепции, обусловлено поступками хорошими или, может быть, нехорошими твоей прошлой жизни. И, соответственно, если ты сейчас эту жизнь проживешь неправильно с точки зрения закона кармы, то в следующей жизни ты получишь, скажем так, более низшую форму воплощения. То есть, если был человеком, перевоплощившись в какое-то животное или даже в растение и так далее. И так до бесконечности. Люди, верящие в перевоплощение, а на самом деле немало интеллигентных людей, образованных, верят в такую доктрину, и им даже кажется, что доктрина перевоплощения как бы дает ответ на вопрос извечно мучающий человечество, вопрос о несправедливости. Почему, допустим, несправедливо страдают какие-то люди. И вроде бы как бы дается такое вот очень элегантное объяснение. Если человек в этой жизни страдает, допустим, он тяжело болен и болен с рождения, это значит, с точки зрения индуистской концепции и веры в перевоплощение, значит, в прошлой жизни он совершил какие-то нехорошие поступки, и теперь он отрабатывает свою карму тем, что родился в больном теле и так далее. Но на самом деле при таком глубоком, зрелом взгляде мы видим, что отнюдь здесь нет в доктрине о перевоплощении, нет ответа на самом деле. Почему столько несправедливости, столько страданий людей на земле? Есть только как бы некое слепое страдание от зла, а причину которого ты понять не можешь. Зачитаю вам, дорогие друзья, свидетельство преподобного Паисия Святогорца о перевоплощении. Я думаю, это свидетельство будет вам интересно. Может быть, кто-то из вас его уже читал и знает, может быть, кто-то не читал. Перевоплощение устраивает людей, особенно людей безбожных и неверующих. Это лжеучение – величайшее лукавство дьявола. Дьявол удерживает таких людей в греховной жизни помыслом о том, что их души уходят из этого мира и вновь возвращаются в него. Подумаешь, какое дело внушает дьявол приверженцам перевоплощения. Если в этот раз ты потерпишь неудачу, то удача тебя ждет в следующий раз. А если ты еще раз претерпишь неудачу, снова ты вернешься в тело и потом еще и еще. Поэтому люди говорят, ничего страшного в том, что я совершу тот или иной грех. И на все машут рукой. Они живут невнимательно, не каются в своих грехах. Видишь, как дьявол ослепляет этих людей и удерживает их в аду. «Я не видел», – пишет преподобный поэси, – «лукавства и выдумки дьявола больше, чем лжеучение о перевоплощении. Он придумал это для того, чтобы собирать людей в аду. Если дьявол один раз поймает тебя, думаешь, он даст тебе вернуться назад? Теория перевоплощения – самая худшая из всех индуистских теорий». И далее преподобный поэси приводит два примера, как он столкнулся с людьми образованными, культурными, по крайней мере, себя считающими таковыми, которые верили в перевоплощение и какие интересные истории с ним произошли. «К сожалению, – говорит преподобный поэси, – есть и образованные люди, которые верят подобным глупостям. У меня возле Калевы, Калевы, то есть Келья, на святой горе Афон, пасся один ослик. Он был резвым, поэтому я назвал его Нассером. Ну, просто Нассер от того, что он резвый, схожий с именем и фамилием одного из президентов Египта. «Однажды ко мне пришел паломник, грек, живший в Швейцарии. Он услышал, как я звал ослика Нассером, и, приехав в следующий раз, привез с собой две коробки со сладостями, одну простую для меня, другую подарочную. Эти сладости тебе, – сказал он мне, – вручил коробочку с простыми сладостями. А вот эти изысканные пирожные – для Нассера. Я еще в тот раз понял, что он настоящий Нассер. Когда я с ним повстречался, посмотрел на него, он посмотрел на меня с той скорбным взглядом, что пронзил мое сердце. То есть он подумал, этот грек из Швейцарии, что бывший президент Египта перевоплотился в этого осла. «Да в своем ли ты уме? – говорю я ему. Брат ты мой, как же ты мог так подумать? Я зову осла Нассером, потому что он резвый. Но, несмотря на все мои старания, он меня не понимал». Еще один интересный случай. Расскажу еще об одном случае. Несколько лет назад на Крит приехала группа немцев, чтобы почтить память немецких солдат, убитых там во время оккупации Греции немцами. Когда немцы проводили свои мероприятия, мимо них проходил один крестьянин с ослом, загруженным покупками. Увидев толпу людей, осел начал реветь. Один из немцев понял это таким образом, что ревевший осел был его убитым на войне братом, перевоплотившимся в осла. Поняв, что брат, в кавычках, узнал его и поприветствовал Сымиревым, немец вытянулся в стойке смирно и выбросил вперед руку в военном приветствии. И смех, и грех. Недолго думая, немец подбежал к крестьянину и спросил его, сколько ты хочешь за осла, я его покупаю. Крестьянин ответил, да пошел ты знаешь куда. Однако немец не слушал его и уже отчитывал марки, больше, еще больше. Да уходи, ты уговаривал его крестьянин, дай мне пройти. Немец продолжает отчитывать деньги. В конце концов, один из наблюдавших эту сцену сказал крестьянину, дурень ты, дурень. Ведь он платит тебе за осла все равно, что за Мерседес. Ну отдай ему его. Крестьянин постоял, подумал. Потом развьючил осла, снял с него седло и передал животное немцу. Немец со слезами на глазах забрал осла и повез его в Германию. Обратите внимание, дорогие друзья, вот интересное какое-то совпадение. Почему-то именно ослик является тем животным, в который с точки зрения вот этих грамотных европейцев перевоплотились их или родственники, или какие-то известные люди. Давайте поставим вопрос следующим образом, дорогие друзья. Как иногда по житейской точке зрения спрашивают, кому это выгодно? Давайте таким вопросом зададимся и сами себя спросим. Кому выгодно, чтобы человек, созданный по образу Божию, считал, что он перевоплощается в животных или в растениях? Немножко отступая от темы, хочу подчеркнуть, что нас и так со школьной скамьи учат, и уже прикрываясь доводами науки, что в прошлом человек был обезьяной. И даже на фрагменты каких-то косточек, которые хранятся в некоторых палеонтологических музеях, нам продолжают уже не одно десятилетие внушать мысль, что в прошлом человек был обезьяной. А вот мудрость, пришедшая с Востока, говорит нам, что в будущем вполне возможно человек станет ослом. Кому выгодно столь, простите меня за горькую иронию, столь почетное место для человека выделить во вселенной? В прошлом он был обезьяной, а в будущем может быть ослом. Или, как в известной песне Владимира Высоцкого, «Если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь». Вы знаете, за время преподавания на богословских курсах не один раз мне приходилось слышать возражения людей, интеллигентных, образованных, современных людей, иной раз имеющих по два высших образования, которые говорили, «Вы ничего не понимаете». Ну и что, что в Библии об этом не сказано? Древняя восточная мудрость, древнейшая ведическая культура гласит о том, что есть перевоплощение, и что человек перевоплощается в будущих жизнях, в телах животных или птиц и так далее. Я говорю, ну, если я не понимаю, тогда объясните мне. Если вы говорите, что так гласит древнейшая ведическая культура, что так гласит древнейшая мудрость, тогда объясните, в чем эта мудрость и в чем эта культура. Для человека культурно думать, что он вполне может быть в будущем станет ослом, или для осла это мудрость. И в чем здесь культура, в чем мудрость? Неужели осел, если представить себя на мгновение, что душа человека перевоплощается в осла, понимает ли он, кем он был в прошлом и кем он станет в будущем? Для осла это культура или для человека? И для кого здесь мудрость? И в чем здесь вообще мудрость? На самом деле, дорогие мои друзья, единственное создание во Вселенной, которому выгодно, чтобы человек так думал, чтобы человек вот эту, в кавычках, древнюю мудрость или, в кавычках, древнюю культуру нес на своих немощных плечах. И Священное Писание говорит нам, кто это? Человека-убийца от начала. В Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос и говорит нам, дьявол, который и есть ложь, и отец лжи, кто действительно так ненавидит человека, как создание Божие? Кто человека так презирает? Кто человеку так завидует? Кто самого человека хочет так унизить в его собственных глазах, что внушает ему мысль, что в прошлом он был обезьяной, а в будущем, может быть, станет ослом? Кто, кроме дьявола? А дьявол есть ложь и отец лжи. И именно Священное Писание нам открывает, кто он. Действительно, бесполезно вам искать в древней мудрости Востока, ни в Ведах, ни в Упанишадах, ни в Рамаяне, ни в Махабхарате, ни в Хагавадгите, ни в Пуранах, ни в каких древних ведических источниках восточного мистицизма вы не найдете ответа, кто внушил человеку эту мысль. А христианское откровение нам говорит, человекоубийца от начала, ненавидящий человека. Наших правоцов Адама и Еву, как мы читаем в первой книге Священописания, в книге Бытия, он обольстил обещанием, что вы будете как боги, знающие добро и зло. А когда наши правоцов согрешили и были изгнаны за пределы райских врат, уже в этой, в земле изгнания, дьявол им внушил вот эту мысль, что вы вечно будете перевоплощаться, что в прошлом вы обезьяна, а в будущем станете ослом. Давайте будем благоразумны, дорогие друзья. Не существует никакого перевоплощения. Как очень мудро сказал преподобный Паисий Святогорец, как я только что прочитал вам, зацитировал его слова, что нет большего, худшее из тех индуистских теорий, это теория перевоплощения. Не существует никакого перевоплощения. Человек создан Богом по образу Творца, призван к богоподобию. И в Священописании четко и ясно, недосмысленно сказано, «Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, в Него, в Сына Божия, не погиб, но имел жизнь вечную, вечную жизнь в единении с Творцом». А дальше, дорогие друзья, каждый волен выбирать сами. Вот перед вами два пути, как сказано в одном из древних источников, которые именуются Дидахе, или учение 12 апостолов. Есть перед тобой путь жизни и путь смерти. Выбери или путь жизни, или путь смерти. Путь жизни говорит тебе, что ты создан Богом, что Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы ты, веруя в Него, имел жизнь вечную. И Христос Спаситель сам о себе сказал, «Я есть в воскресении жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет». Или избираешь путь смерти, думая, что ты в прошлом обезьяна, в будущем осел, или еще кто-нибудь. И вот это бесконечное, бессмысленное колесо перевоплощений по закону кармы. В законе кармы, вообще этой индуистской концепции, нет даже намека на нравственность. Какой смысл перевоплотиться бессловесное животное, если, находясь в нем, ты не знаешь, за что ты там находишься. И именно то, что в этой концепции нет даже намека на нравственность, свидетельствует о том, что она не истина. Что это ложная концепция, которая придумана отцом лжи. А дальше, дорогие друзья, пусть каждый выбирает, путь жизни или путь смерти. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...